Все говно, понимаете? Потому что Владимир Лавичич, что сказал? Он сказал правильную вещь, что вы здесь все ни о чем, понимаете? Вот вы, да, вот митвель, да? Так, не ходи! Сюда не ходите! Вы разболбали, каккоп! Вы раздолбали поселок! Вы оставили старушку! Спокой очень! Старушку оставили... Оставили без дома, б***! Так, 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 Станислав, все, все, все! Что-то, все, все! Да, да, что-то вот... Мокльтесь накормили, ребята! Ну, есть... Есть вообще кто здесь? Охрана, да? Да, чё, чё? Да, на охрану, что это вызовет? Нет, чёрт, чё ты? Чё ты дёргаешься? Так, чё, посади меня. Чмо. Ох, ёшкин вот. Слушай, тяжёлый. Так, выводите этого. Нет, нет, выводите вот этого. Да иди на! Ты сам, б***й, сука, ответишь. Всё, выводите Борецкого, товарищи, давайте. Чё за б***й? Нет, чё, выводите его. Пацаны стали стрелять друг к другу, а я в это время тихо сидел на кладбище и отправлял их в последний путь, поделился Стас. Станислав Валерьевич Борецкий родился 8 марта 1972 года в городе Ломоносове под Санкт-Петербургом. Здесь прошла его юность. После восьмого класса Борецкий поступает в ПТУ, в профессионально-техническое училище на профессию водителя. По специальности работать он, конечно же, не стал, так как в 16 лет его по блату устраивает дядя могильщиком на кладбище, где он уже начинает очень и очень нехило зарабатывать. И взвесив все за и против, он понимает, что нахера ему эта профессия водителя, когда он может могильщиком в три раза заработать больше. Он и сам всем всегда говорил, что платили там хорошо, и за небольшое время Борецкий смог накопить достаточную сумму, чтобы открыть кафе-бар, назвав его Белая Лошадь. Ну как за небольшое время? Пришел в 16 лет, проработал там в 6 лет, ну и получается с помощью несложной математики в 22 года он открывает свое дело, то самое кафе-бар Белая Лошадь. Но бизнес, к сожалению, так скажем, не пошел, и Стас в итоге продает его кавказцам за гроши. После этого он не опустил руки и вместе с другом открывает продуктовый ларек, в котором продает паленую водку. Но в скором времени, рассорившись с компаньоном, решает завязать с данной коммерцией и устраиваться работать охранником на рынок с графиком сутки-двое. Такой график давал парню возможность успевать заниматься к тому же и творчеством. Правда, до охранника он пробовал устраиваться в казино, но там ему отказали. Вот тут, ребятки, честно сказать, я так и не понял, в каком году он в итоге свое кафе продал, ибо в интернете пишут, что в 2008. Но тогда, получается, он держал его 14 лет, но если это действительно так, то напрашивается вопрос. Какого хрена он пытался устроиться в казино, а после работал еще и охранником? Ведь у него целое свое собственное кафе было. Короче, напишите в комментариях, кто что знает. Единственный вариант, который напрашивается здесь у меня, это, видимо, кафе приносило ему такую маленькую прибыль, отчего приходилось работать в найме. Видимо, именно поэтому они и продали потом этот бизнес, чтобы попробовать что-то новое. Странное-то все, ну да ладно. Кстати, в интервью изданию афиши Волна Стасон признается, что снимался в порнохе и абсолютно этого не стесняется. И сейчас говорит, мол, рад бы сняться, но якобы уже не зовут. Ток-шоу посещает от скуки, а дерется в эфире, поскольку считает это развлечением. Никого не боится и совершенно не опасается за свою внешность. Прям такой тесак на минималках. Первые стихи Станислав начал писать аж в 12 лет. Все долгие годы он хранил их в своей такой некой тетрадке, которую никому не показывал. И после 90-х все же решился записать песни вот на те свои придуманные стихи. Некоторые из них, даже представьте себе, попали в топ на радио «Русский шансон». Само собой он тогда это прочувствовал и решил писать подобные песни и дальше. В 90-е годы подобные песни были очень востребованы. Бандитские разборки, резня, стрельба, работа у могильщика. В то смутное время такого добра хватало навалом. В молодости его поклонниками становились российские миллионеры, заработавшие свой капитал в 90-е. Кстати, в 2005 году Борецкий высказывал намерение поступить на факультет муниципального управления. В период с 2003 по 2004 год Стасик записывает два сольных альбома, которые сдаются на лейбле «Капкан», «Цензура» и «Цензура 2». Некоторые из песен даже попадают на радио «Петроград. Русский шансон». В 2004 году его творчеством заинтересовался электронный дуэт «Елочные игрушки». Они сразу же ему предложили записать альбом, ну и в дальнейшем выступать с концертами в клубах. Альбом они сделали, назвали «Электронщина», а он стал одним из самых ярких музыкальных событий 2005 года. В начале 2006 года у Борецкого уже было несколько успешных выступлений на Украине, ну с другими музыкантами, именуемые себя, например, как «Запрещенная эстрада», «Двайн компани», ну и уже всем нам известная группа «Ёлочных игрушек». Людей было так много, что в Киеве вход на концерт пришлось закрыть, когда набралось 600 человек. Хотя, честно сказать, 600 человек это не так уж и много. Видимо, они помещение арендовали мелко, ибо когда я организовывал свои концерты, да, ваш Глюк тоже делал раньше свои концерты, так вот, у меня приходило 800 человек. И в принципе, не сказать, что это было совсем уж много, ну скажу так, это нормасик, среднее, ни много и ни мало. Кстати, Борецкий снялся в картине «Звездный ворс» и в сериале «Литейный 4». Ну и не только в этих фильмах, можете написать все фильмы, в которых снимался Стас. Ну а я, в свою очередь, лайкну вас своим супер-мегалайком. Хм, может поэтому он и загорелся снять еще и свой собственный фильм? Как думаете? Напишите в комментариях. Так вот, 7 марта 2006 года Стас приезжает в столицу России и дает концерт в московском клубе «Икра». Конечно же, перед концертом он презентует свой новый альбом «Yo E», «Warm Match», что означает «теплая математика», чтобы подогреть аудиторию и войти, так скажем, уже с новым материалом. «Dwine Company» также выступают со Стасом в то время, но некоторые слушательницы покидают зал раньше времени. Видимо, не совсем то, чего они ожидали. Хотя я тут послушал «Dwine Company» и скажу, что прикольненько. Напоминает, так скажем, кирпичи на минималках. В общем, послушать на досуге весьма и весьма можно. Если будет время, обязательно позыркайте. В том самом 2005 году Стас Борецкий становится участником группы «Ленинград». 2005 год для Стаса стал, прям я скажу, таким пиковым событием, что ли, в его биографии. Сотрудничество с коллективом Сергея Шнорова продолжалось три года. Стас в Ленинграде сидел не просто как фурнитура, а, собственно, также со всеми писал песни. Например, кредиты, небесный теннис – это его рук дело. Вот, послушаем. Он пришел, цветит хобыла. Бизнес-леди, сука, точно. Мне кредит был нужен срочно. Жизнь меня поймала в сети. Холодильник нужен детям. Телек, блядь, утюг, посуда. В общем, худо, братка, худо. Детки плачут, папка, сегу. Нинка, блядь, уйдет к Олегу. Упаду, заплачу в простыне. В этой жизни все непросто. Все не так, как сердце хочет. А тоска паскуда точит. Чпыть заел жена детишки. Вот сижу в гостях у Кришки. Сгрени мы, друзья, до гроба. Ага, в телевизор смотрим оба. А она стучит мечами, освещая корт лучами. Вот она, богиня-чудо. Словно Будда, ниоткуда. Руч появилась из-за тучки. Лежу и блестит ракетка в ручке. Телес, божой. У меня все плохо. Это хорошо. Телес, божой. У меня все плохо. Это хорошо. Альбом называется «Хлеб», если кому интересно. Также музыкант появляется в видеоклипах «Губошлеп» и «Паганини». Короче говоря, не сидел сложа руки, а действовал. Действовал для своей популярности. Действовал, создавая интересность в медиапространстве. То коллабы, то совместки, то еще что-то. И в отличие от всяких моргенштернов там, Стас хотя бы сам все придумывал и не воровал, как некоторые. Стас это ремесленник. Кстати, 21 февраля 2014 года в ток-шоу «Центр Э» на канале «Засекин ТВ» Самара Борецкий признался в том, что презирает демократов Виктора Януковича и с пониманием относится к украинцам, которых считают свободными людьми. Однако отказался примыкать к Евромайдану и поддерживать его участников, поскольку является российским гражданином и не придерживается какой-то идеологии. По этой же причине отказался поддерживать и узников болотного дела. Тогда же сделал ряд циничных, сексистских и антипатриотичных заявлений. По словам Борецкого, с Ленинградом он больше не выступает, поскольку Шнуры не зовет, а навязываться как-то стрёмно. С ёлочными игрушками Стас считает, что не сошлись характерами в плане музыки, ведь те музыкантики из групп предпочитали заниматься творческими экспериментами, а Борецкий жаждал и призывал их тупо делать турбо-шансон и кататься по клубам. Кстати, всего Борецкий за всю свою карьеру официально выпустил аж 9 альбомов, и из них 8 сольных. Кроме того, пластинка «Тут по ящику нам дали» — совместное творчество в дуэте с Андреем Ерофеевым. Эта пластинка была записана, но официально никогда не сдавалась. Правда, я нашел в ВК этот некий мини-альбом, и Андрей Ерофеев, походу, совместно был только как музыкант, а не певец. А очень жаль. Увы-увы. Особенно продуктивным музыкант стал после 2010 года, ведь на 2011 год приходится третий сольный альбом, который носил нецензурное название. Скачивание этого диска в интернете музыкант официально разрешил, самостоятельно выложив песни в сеть. В песнях также много нецензурных слов и агрессии. Все текста песен музыкант написал самостоятельно, ну кто бы сомневался, блин. Часть сюжетов переплетается с биографией исполнителя и его личными социальными взглядами. А вот с записью музыки, как значится в описании альбома, помогал все тот же музыкант Андрей Ерофеев из группы РСР. На вопросы в интервью об обилии о сцены и лексике в текстах нового альбома Стас Борецкий заявил, что без мата ему «Видишь ли, не пишется». Пластинка получила смешанные отзывы. Критики отмечали харизму музыканта и эпатажность текстов, снятого на одну из песен музыкального клипа. А также говорили и об однообразии монотонной мрачности и о том, что альбом, записанный на стыке рэпа и шансона, не всегда приводит к благозвучным результатам. Но определенно это был еще один маленький успех в жизни Стасика. В 2013 году Борецкий выпускает новый альбом под названием «Дискотека на физических носителях», то бишь на дисках. Альбом выходит по итогу очень ограниченным тиражом, всего 30 экземпляров, однако это компенсировало то, что данный диск официально разрешено скачивать в интернете. Новый альбом получил свою долю внимания поклонников, а музыкальный видеоклип на песню Мурка даже заимел определенный успех в сети. Кстати, Кингпин и Стас Борецкий – братья, а вы знали об этом? Стас Борецкий написал текста ко всем песням, а также самолично записал все композиции, создав аранжировки ко всем там имеющимся трекам. Правда, коллеги-музыканты и музыкальные критики особенно отметили этакий факт все-таки в негативном ключе. Алексей Можеев заявил, например, вот что каждая песня нового альбома спета на одну и ту же мелодию, а в основу звучания Борецкий положил псевдотанцевальные сэмплы примитивного свойства. Короче говоря, Стас решил сделать все сам и из-за своего непрофессионализма в каких-то областях сделал по итогу херню, ну если проще выражаться. Поэтому всегда имейте свою личную команду в чем-либо для получения эффективного успеха, ибо без команды будет сложно. Но будем считать, что это был его эксперимент. Эксперимент – это хорошо, так как именно они двигают мир к прогрессу. Едем дальше. Уже в 2014 году Стас презентует альбом 90-е, а в 2015-м выходят уже сразу три его сольника, такие как «Умереть за попсу», «Малиновый пиджак» и «Нулевые». Певец говорит, что исполняет шансон, потому что ему близко и название, и содержание такой музыки. По его мнению, шансон – это мужская музыка, поэтому и петь должны мужчины. В апреле 2015 года нашего дебошира приглашают в православный союз казаков Ирбис и предлагают возглавить отдел по культуре. Но спустя время, в августе того же года, его исключают оттуда за недостойное поведение. Короче, дебошир надебоширил опять. Но Стас он не отчаялся и 17 мая 2015 года вот прям взял, собрался и пошел на принятие и участие в торжественном открытии памятника Путину под Петербургом, высказываясь в поддержку присоединения Крыма к России. На телеканале «Дождь» артиста обвинили в неискренности, ибо таким образом он занимался самопиаром. Кстати, в 2015 году он устроил ряд акций в поддержку импортозамещений, где сжег автомобиль БМВ. Хе-хе, вот этот Стас, блин, дает. Того же года, 25 ноября, устраивает акцию возле турецкого консульства в Петербурге в поддержку санкций против Турции в связи с уничтожением российского Су-24 в Сирии. Стас изыскан, он совмещает полезное с приятным. Респект однозначно, от глюка, конечно же, лови его. Далее, в 2016 году, 3 февраля, в знак протеста против продажности главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, испортил тому мероприятие в магазине «Буквоед», закидав того банкнотами евро с долларами. Честно сказать, им, мне кажется, вообще было пофиг на это. «Лучше мне даю американские доллары то, что он больше всего любит. И покупаю у него эфирное время, чтобы говорить...» «А что это?» «Послушайте, он даже большевые деньги...» «Знаете, эти люди, которые...» «Послушайте, спасибо большое». «Ничего, ничего, оставьте их в покое. Это лишние деньги. Видите, он даже русскими деньгами не пользуется». Громче, 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 громче. Послушайте, послушайте, я знаю, что всегда, я знаю, что всегда некий процент больных существует. Ну что, ей-богу, мы должны им говорить. Все деньги переданы в фонд СВР. Спасибо вам большое. 4 февраля в эфире на радио «Русская служба новостей» «Красный пиджак» заявляет, что намерен принять участие в парламентских выборах 2016 года в качестве самовыдвиженца, поскольку не поддерживает ни одну из политических партий страны. Это сильно, но, блин, Стас, ты из себя уже сделал такой неординарный образ, из-за чего вряд ли тебя вообще выберут в роли президента, так что, вероятнее всего, это так, чисто для привлечения внимания, не более того. Хайп, рофал, смеха ради и все в этом дыхе. А в мае 2016 года Стасон выступил против проведения концерта Элтона Джона в Петербурге, осуждая того в творчестве, которое считается дикой попсой, ну и также обвинив его в гомосексуальности. Как же без этого? Однако известный борец с ЛГБТ-движением Виталий Милонов, несмотря на схожие интересы в данной ситуации с Борецким, отказался всячески поддерживать инициативу артиста. В том же году наш ярый артист неоднократно выступал с осуждением политики ВАДа в отношении российских спортсменов и, как мы можем заметить, не зря. Призывал он законодательство также и запретить в России группы Кимон Гоу, а после выступил с предложением о введении двойной регистрации в России. Осудил также и Андрея Макаревича за то, что тот не стал отменять концерт в Петербурге в день теракта. Во феврале 2018 года обвинил Павла Грудинина в травле и оскорблениях, заявив, что не раз доказал свою приверженность патриотизму и предложил тому травить либералов. В общем, пытался быть таким эпатажным активистом, я бы даже сказал. И в принципе это верно, так как вряд ли кто-то смог бы делать подобное, что делает сейчас Стас Борецкий. Поэтому мы отчасти должны быть ему благодарны, по сути. В общем, Стас активист и крутой чел. Кстати, если Нагиева растянуть и сделать толстым, то он будет Стасом Борецким номер два. Едем дальше. В 2019 году артист объявляет о желании снять фильм «Брат 3», где по его словам примут участие Барри Алибасов, Марина Анисина, Ольга Бузова, Вячеслав Дацик, Никита Жигурда, Виктор Сухоруков и Сергей Шнуров. По словам Борецкого, деньги выдали люди из ритуального бизнеса. Сценарий фильма уже готов и в настоящее время некоторые сцены уже отсняты. Съемки фильма планируют завершить к 2020 году. Хотя уже 2023 и счет не наблюдаю я фильма. Какая-то у них, видимо, задержка или просадка по времени. Фиг его знает. Эй, Стас, где там твой обещанный фильм, а? Ну ждем же, ё-моё. Возможно, все пошло не по плану, так как многим не зашла идея, и кто-то просто отказался участвовать. Например, Сергей Бодров-старший посчитал данную идею странной. А Сергей Сильянов высказал мнение, что это хамство и неуважение и глупость по отношению к тем, кто создавал две первые части. Виктор Сухороков заявил вообще, что он не желает знать людей, которые имеют отношение к данному проекту, а Ирина Салтыкова назвала их клоунами. Давайте посмотрим, кто она вообще такая и сделаем быстрый портрет ее персоны. Может, это она клоун? Кроме того, на Change.org, это глобальная платформа для общественных компаний, начался сбор подписей под петицию об отмене съемок третьего фильма. Короче, походу не увидим мы легендарную третью часть от Стаса Борецкого. А может и увидим, но позже, ведь в конце июля 2019 года в подмосковном Красногорске начались съемки фильма, однако планы студии изменились, и от Вячеслава Дацека в главной роли было решено отказаться. Было решено, что вместо Дацека главную роль исполнит американский актер Микки Руд. Да-да! Где они таких находят? По поводу съемок в фильме вели переговоры также со скандальной Дианой Шурыгиной и голливудской звездой Дженнифер Энистон. Однако знаменитость запросила за свою работу баснословную сумму денег, и, как вы понимаете, ее просто послали в стиле Стаса. Ну, на три буквы, конечно же. И вот 1 августа 2019 года Борецкий заявил, что в фильме все же появится старый знакомый Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова-младшего. Ну, с помощью компьютерной графики, конечно же. А уже 6 сентября Борецкий объявил ВКонтакте, что продает одну из главных ролей в фильме за 5 миллионов рублей. Хоть и время, или все же искренность? Хм, блин, Стас, ну опять-то за свое, ну ё-моё! Думал на ёбка для уёбка. Но все же 11 ноября на ютюбе была выложена короткометражка в качестве приквела к третьей части фильма. Первоначальная премьера фильма была запланирована на 1 марта 2020 года, но, как мы все уже прекрасно поняли, она перенеслась на вообще неопределенные сроки. Короче говоря, будем просто ждать. Кстати, и тем не менее, исполнитель привлек к себе внимание многих журналов. Однако, как он утверждает в интервью интернет-издании OpenSpace, музыка для него не способ зарабатывания денег. Его привлекает сама атмосфера шоу-бизнеса, от которой трудно отказаться. К сожалению, а может к счастью, для каждого это разное явление, но Стас Борецкий не женат и живет с пожилой мамой. По мнению Борецкого, с личной жизнью у него не ладится из-за того, что женщины ищут красивых мужчин. Музыкант рассказывает, что в прошлом он два года встречался с сотрудницей прокуратуры, но в итоге та музыканта бросила. Расставание Борецкий переживал чрезвычайно болезненно и даже посвятил этому эпизод в одну из своих песен. В интервью Стас признается, что с возрастом одиночество начинает ему все больше и больше нравиться. Ну что могу сказать? Ранимый поэт? Это он внешне такой злой, и коварный, и страшный, и ужасный. Но внутри-то он романтик и очень ранимый человек. Лицо Стаса покрывают множественные шрамы, и большинство из них он получил от друга. Да, от друга. На свадьбе, как-то раз, приобняв его жену, слово за слово и понеслась. Ну вы сами прекрасно знаете, как это бывает. Жених приревновал, разбил бутылку и просто сунул мне ее в лицо. Борецкий признается, что сейчас практически не дерется. Ну только за исключением того, если человек ну прям уж очень сильно хочет, чтоб ему дали. Источником постоянного дохода у музыканта стала другая работа. Стас Борецкий работает в ритуальном агентстве. Администрирует всю Ленинградскую область. Как вот бросил ПТУ и по блату попал в данную индустрию, так вот и по сей день в ней пребывая отдает должное. Помимо этого, Стас Борецкий занялся политикой, став доверенным лицом Путина. А накануне выборов 2020 года даже успел поскандалить, обвинив кандидатов президента Павла Грудинина в том, что тот развернул травлю музыканта. Поводом для таких слов стал пост в одной из групп КПРФ в соцсетях с критикой Борецкого. Но это еще не конец, ведь Стас пока еще жив, и самое грандиозное из всего, что он может предложить, еще впереди. Например, такое творение, как Брат 3, над которым он сейчас работает, и работает, и работает, и честно доживем ли вообще не то, что он, а вот мы. Ну пусть работает, я к тому, что мы еще много чего узнаем и увидим, ведь это первая моя биография про человека, который не умер, пока я ее делал. И это круто. Этот фильм соберет просмотры. У нас будут в этом фильме порно-сцены. Но я вам скажу так, что фильм выйдет по-любому, он выйдет на крутых торрентах. Вплоть до порно-сайтов. Что касается фильма «Брат 3», то, по его словам, сценарий будущего фильма уже закончен и в настоящее время находится в работе. Режиссером выступает сам Борецкий вместе со своим помощником. Шоумен, кстати, рассказал, что участие в проекте примет Никита Джигурда и Вячеслав Дацик. Это боец смешанных единоборств, который недавно вышел на свободу после отбывания наказания за побои, хулиганство и проникновения в жилище с угрозой насилия. Кроме того, в проекте могут задействовать Марину Анисину, Виктора Сухорукова, Сергея Шнурова и Ольгу Бузову, которая по замыслу создателей должна исполнить песню к фильму, ну и сыграть саму себя в киноленте. Борецкий также пообещал закрученный сюжет и неожиданный финал картины. По сюжету киллер в исполнении Джигурды будет совершать убийство известных личностей, а главный герой в исполнении Дацико, монах-проповедник, будет ему в этом мешать. Инвесторами фильма выступили представители ритуального бизнеса, которые выделили, представьте себе, целый миллион рублей. Хотя что такое миллион рублей? Да это пыль, как сказал бы Моргенштерн. Хотя, кто такой Моргенштерн? Тоже пыль, как и я, и ты, и мы. Короче, куда-то я опять в дребеня уезжаю. Итак, немного про фильм. В нем туповатый и простой русский парень, которого любит девушка, тоже немного такая неадекватная, и он тоже такой неадекватный, в общем, два баклана таких. Серьезные братки на него наезжают, чтобы он ответил за своих двух других братьев, а эта девушка будет выполнять их заказы, убивать людей, и в итоге они убивают всех этих головорезов. В общем, мини-спойлер для вас, мои дорогие друзья. Изначально ожидалось, что роль сына героя, Данила Багрова, сыграет блогер Кирилл Терешин, более известный как Руки Базуки. Но после пресс-конференции Стаса Борецкого, который заявил, что в «Братья три» будут сцены секса и насилия, тот резко отказался от роли. Знаменитый старается не пропускать громких событий в общественной жизни. Фильм выйдет по-любому, выйдет на крутых торрентах, а также на порно-сайтах. Он соберет просмотры, там будут эротические сцены. Будет две версии фильма, один с жесткими сценами, второй отцензуриванный, заявил Борецкий. Короче говоря, гений в деле, ёпте. Хотя министр культуры Владимир Мединский заявил, что обсуждение «Брат три» является для Борецкого лишь поводом для пиара. Но не знаю, не знаю. У нас уже есть режиссеры и главный актер, красивый, характерный, чтобы девочкам нравился. Также планирую снять звезд. Да, цыка Шнурова подтянул. Попробуем пригласить тех, кто снимался в первых двух фильмах, рассказал Стас. Одной из съемочных площадок станет квартира, уже засветившаяся в «Брате», там, где Данила Багров расстреливает двух бандитов, чтобы спасти персонажа, которого играет Андрей Федорцев. По словам Борецкого, сейчас квартира находится в собственности одного из его знакомых. Ну а сам же фильм, несмотря на балабановскую стилистику и атмосферу, должен стать криминальным боевиком наподобие «Крепкого орешка». Этакая черная комедия. С экшеном, заявил идеолог картины, большой бюджет не гарантирует хорошего результата. Впрочем, пока о прокатных перспективах Борецкий не загадывает. Возьмут – хорошо, а нет, то тогда кино поедет по фестивалям. Так, чтобы снимали боевик, а получилось порнуха – не будет, заверил шоумен. Он также отметил, что данный фильм не является логическим продолжением картин «Брат» и «Брат 2», в которых играл Сергей Бодров-младший. По его словам, съемки «Брат 3» якобы были поддержаны режиссером Никитой Михалковым в разговоре со своим коллегой Сергеем Лобаном. Официального подтверждения этой информации нет, но и не верить самому Стасу Борецкому тоже повода нет. Так что просто верим, друзья, просто верим. «Мы не снимаем говно! У нас должны профессиональные актеры играть!» – подчеркнул малиновый пиджак с ухмылкой на лице. Борецкий также заявил, что балерина Анастасия Волочкова согласилась сняться в кино, но затем по непонятным причинам отказалась. Сама же Волочкова ранее сказала, что с ней даже не велись никакие переговоры насчет съемок. О том, что она будет играть бывшую танцовщицу, балерина узнала из интернета, где Борецкий уже всех уверял, что Волочкова якобы уже был выплачен аванс. Троллинг высшего уровня роста. «Ей были перечислены деньги. Почему она теперь заявляет, что не будет сниматься? 200 тысяч рублей первоначальный взнос. Договаривались на 1 миллион рублей!» – заявил Борецкий. Вообщем, неразбериха полная. Борецкий что-то такое умудрил, либо он супергений, либо супердебил. Но я склоняюсь все-таки к первому варианту. А ты как считаешь? Напиши в комментариях. Экс-участник группы «Ленинград» также сообщил, что в фильме сыграют блогеры Саша Спилберг и Юрий Хованский. Эхей, пёс хулиганский. А также народный артист России Иван Краско. Последний якобы исполнит роль следователя Краскова. Но и здесь есть неувязка. Сам Краско заявил Росбаттлу, что вообще впервые слышит о своем участии в проекте. Мда. Я и сам, если честно сказать, уже запутался. Это спланированная акция или просто псевдообычный троллинг от Стасика? Стас, ты чё там куришь, эй? Признавайся. Мне про проект кто-то там говорил, но о том, что я там буду участвовать, слышу впервые, высказался Краско. Сценарий я тоже не видел. Интересно, в каком качестве меня там задействуют? Ну да ладно, подождем, будем наблюдать, сказал Краско. Звонок народному артисту журналисты агентства сделали в то время, пока в Москве шла пресс-конференция Борецкого. К тому моменту происходящее превратилось в фарс. Исполнитель главной роли Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, сильно опоздал на брифинг. На все вопросы журналистов он отвечал односложно, так и не сумев подробно рассказать, как именно он готовится к съемкам. Внезапно в пресс-центре НСН появился менеджер Терешина. «Мы не были предупреждены обо всем сюжете, поэтому, пожалуй, дадим заднюю», – сказал мужчина, после чего оба стали покидать помещение. «Что вам не сказали?» – начали кричать журналисты, но вместо Терешина ответил Борецкий. «Вот видите, люди отказались в последний момент. Они боятся, видимо, последствий», – сказал он. «Позднее, уже после завершения брифинга шоумена, Терешин вернулся в пресс-центр. Он пояснил, что отказывается сниматься в картине, где есть порнография. «Изначально оговаривалось, что порно никакого не будет. Это бред какой-то. Я не хочу даже это слушать», – резюмировал Руки-Базуки. «Изначально оговаривалось, что порно никакого не будет. Я сам в армии служил, сам люблю девушек. Вот этот бред, который там, порнография, вот это. Я даже, ну, не хочу это слушать и даже сниматься в этом не хочу». «Вот это да. При этом сейчас сам делает порнуху со своим участием. Вы просто посмотрите, он шлюх за шлюхами снимает, запечатляя свой весь процесс на камеру. Мне даже кажется, что у Терешина сейчас, на данный момент, материала, вероятнее всего, больше, чем у всех голливудских звезд и порно-актрис. Какой же он все-таки лицемер, блин?» Его менеджер, представившийся как Александр Михайлов, заявил, что во время первой встречи с Борецким тот произвел впечатление адекватного человека. Им кратко обрисовали сюжет будущей картины, но затем появился совсем другой сценарий, который в корне отличался от первоначальной задумки. В общем, какая-то несостыковочка, по-моему. Ну, пофиг. Едем дальше. «Борецкий в жизни» и «На телевидении» – это два разных человека, сделал вывод Михайлов. «Фильм не ставит задачи быть в стиле Балабанова, как-то подражать ему, ну или уж тем более соревноваться с ним. Просто у нового, не менее непростого времени своих героев», – написали создатели. «Ленту Брат 3» планируют выпустить на площадках YouTube в следующем году. Среди актеров заявлены такие, как Стас Борецкий, Барри Алибасов, Владимир Пермяков, Сергей Пахомов, ну и, конечно же, Диана Шурыгина. Но опять же, все это эфемерно. Кто-то откажется, кто-то забьет, а кто-то вообще пошлет, и опять они будут искать новых актеров. Стас? А, Стас? Возьми меня, я сыграю глюка-хуюка, а? Эх, ладно. На данный момент, как я уже и говорил ранее, наш артист все еще работает в агентстве ритуальных услуг, правда уже с администратором. По собственным словам, большую часть своего времени проводит на кладбище. Проживает, опять же, с его слов, в родном городе со своей мамой, но какого фига у него в ВКонтакте стоит город Москва, я так и не понял. Мне кажется, он где-то тут, рядом с нами. Борецкому посвящен аккаунт в Инстаграме, но посты о музыканте там пишутся от третьего лица. Скорее всего, страницу ведет не сам Стас. Его увлечение – это тренировки в настоящие качалки. Той, где нет женщин, и тренер строгий-строгий. Эм, видимо, во всех качалках, что он искал, есть женщины, ну и тренер не строгий-строгий, коли он такой пузетик. Не правда ли я? Путешествовать он не любит, говорит, покатался с Ленинградом по Европе, побывал в Америке, но не впечатлило. И да, музыкант имеет взрывной характер и при конфликтах сразу лезет в драки. Это и принесло артисту ряд шрамов, а также скандальных конфликтов со звездами шоу-бизнеса. Ну а вообще, по мне, это все постановы. Но тут уже, как говорится, разбежимся в комментариях и напишем, кто считает, что это все постанова, а кто, что реальная правда. Про родителей я опять ничего не смог найти, поэтому прошу вас помочь, если сможете, то жду ваших комментариев ниже. Напишите все, что знаете. Кстати, Стас Борецкий – человек, о котором плохо говорят и в то же время всюду приглашают. Если нужно устроить шоу – Стас Борецкий. Если нужно устроить экшен – Стас Борецкий. Его сравнивают с героями комиксов Marvel и злодеями из фильмов о Джеймсе Бонде. Считают, что он не настоящий, как и все в России. Кто на самом деле спрятан за массивным фасадом? Хулиган, злодей, жаждущий разрушений или ранимый добряк с добродушным сердцем и всегда готовый прийти на помощь. Ну а теперь высказывания самого героя нашего видео. Поехали. Вас можно назвать заложником своего образа или люди, которые воспринимают вас вот так, как показывают по телевизору заложники собственных стереотипов? Скорее, судить человека по пиджаку и по золотым украшениям по внешнему виду – это вообще признак глупости и тупости. Потому что только у нас так, в России, люди по их автомобилям тех же судят. Все это давно уже не актуально, но до сих пор продолжается. Особенно в регионах. Да, и посмотрите, что в столицах творится. Там, если человек на Геллингвагене переехал в сплошную полосу – все. Сенсация на всю страну. На всю страну рассказывают, что это какое-то чмо там, мажор. Если бы это какой-то простой там правило нарушил, не обратили бы даже внимания. В чем суть этой темы? Чем-то нужно возбудить народ. Застоян вообще такой. Все думают, что для правительства это выгодно. Наоборот, застой хуже для руководства, потому что в такое время человеку становится скучно, и он начинает думать – ага, это что-то хорошо живет, а я плохо. Большинство людей сейчас только об этом и думают. Поэтому слушать про каких-то поп-звезд этих говеных. Согласитесь с тем, что большинство ТВ-шоу, в которых вы участвуете, безбожно вас эксплуатируют. Там орут и дерутся, но ненормальными себя не считают. А вот вас считают. Наш народ вообще очень удивительный. Я абсолютно не воспринимаю то, что любят наши люди. Поэтому нужно стараться ко всему относиться с юмором. Вы же понимаете, что все драки постановочные. Но люди в это верят. Участвую в них, потому что люблю веселиться таким образом. Огорчает иногда плохой монтаж, когда кадр прыгает. Бывает даже, что драка начинается в одном, а заканчивается совершенно в другом месте. Люди потом пишут, какие вы сволочи, что вы делаете. Из ста комментариев только один здравый скажет. Ребята, вы чего не видите, что это все фуфло? Народ хавает. Понимаете? А дружите с кем-то из своих противников в теледраках? Я ни с кем не общаюсь. Мне не интересны эти люди. Перед звездами вообще никакого пиетета я не испытываю. Когда вижу звезду, всегда стараюсь с ней замутить какую-то драку. Рамс. Короче, поймать хайп. Это интереснее всего, на мой взгляд. Я так и говорю своим фанатам. Хочешь прославиться? Поймай какую-нибудь звезду и избей ее. Так, чтобы не калечить, правда. И сразу прославишься. Желательно, конечно, чтобы это все было снято еще и на видеокамеру. Сменим немного тему. Год назад вы сказали, что собираетесь стать депутатом Госдумы и даже разработали программу и законопроекты. Это так? Я прикалываюсь просто. Ну какая Госдума? Поверили, что ли? Да, я не настолько любимчик народа. Я выступал с Михаилом Кругом в одном концертном зале. Разница между нами была только в том, что Круг с Ваней московскими были главными. Я вместе с ними пел тогда три песни, а они пели всего десять. Я мог бы быть на том же уровне восприятия у людей, но согласился пойти в группу «Ленинград». В итоге потерялся сам как исполнитель, хотя тогда у меня было огромное желание петь шансон. И видите, шансон сейчас в стопе. А вот почему шансон так популярен в России? Почему люди, зачастую далекие от криминального мира, все равно так любят блатняк слушать? Ну понимаете, шансон – это мужские песни о том, как тяжело у нас в жизни. Для женщин все-таки больше благ в нашей стране, а вот мужиков никто не любит особо. Поэтому если у тебя нет денег, ты никому не нужен. Если ездишь на плохой машине, значит ты лох. И ни одна нормальная девчонка к тебе в тачку не сядет. Может и есть нормальные, но где они? Я за свою жизнь таких не встречал вообще. Одни мрази попадались. Без обид. Также вы говорите, у меня идея одна – деньги, девочки, алкоголь или секс, наркотики и шансон. Как относитесь к разговорам о декриминализации легких наркотиков? Здесь я категорично, если честно, хотя понимаю, что это тоже спорный вопрос. У меня вот есть друзья, которые увлекаются, так скажем, легкими наркотиками. Они со мной постоянно спорят, говорят, что я алкоголь употребляю. Ну как, не часто, но бывает. А они наркотики. Мол, алкоголь более вредный, чем наркотики. Знаете, я тут видел, как однажды мой друг ищет себе покурить, вот эту фишку самую, да? А когда не нашел ее, стал очень нервным и неадекватным. То есть у него реально зависимость. Вместе с тем, разве мы можем отрицать, что алкоголик тоже нервный и зависимый? Алкоголик алкоголику рознь. Есть запойные, которые могут не пить годами, а потом срываются сразу на месяц. Такой точно сдохнет или в тюрьму попадет. А может и наоборот выйдет из этого состояния. Такое тоже может быть. Женщины вообще говорят, что в России алкаш проснется, дурак никогда. Я не люблю алкоголиков, если честно, но нельзя себе позволять бухать постоянно. Нужно деньги зарабатывать. Как без денег жить-то вообще на что? Деньги самое главное. Все остальное так, напускное. Выдумки поэтов, художников и творческих людей. Почему я вообще должен прислушиваться к мнению каких-то там сторонних людей? Да, в Советском Союзе навязывали эту идею о массовом оккультуривании населения. Я считаю это неправильно. Какое дело мне до Ахматовой, чей портрет я здесь наблюдаю? Хотя на ее могиле, помню, убирался как-то. Пришел, там было грязно, вот и решил. А вы, как я помню, не женаты и одиноки? А мне уже поздно. Я стал мириться с одиночеством. Мне оно уже даже нравится. Я понимаю, что в чем-то это все-таки свобода, если отрезать куски благ семейной жизни. Ты можешь общаться с любой женщиной, ни от кого не зависи. Это бесконечный разговор. Я просто понял, что мир реально черно-белый. Ты либо богатый, либо бедный. Или живой, или мертвый. Что ты бедный, но при этом гениальный в каких-то отношениях человека. Можно себе напридумывать что угодно. Это будет все самообман. Я даже, когда беру какую-то книжку почитать, понимаю, что и так все знаю. Честно, даже в последнее время стало вообще неинтересно читать. А кто ваш любимый писатель? Любимого писателя нет. Если и перечитываю что-то с удовольствием, то это Крылов. С детства почему-то люблю басни. Первые стихи даже получились как раз в его басеном стиле. Я в каждом писателе почему-то вижу какой-то минус. Например, один писал гениальные тексты, но жил как чмо. А другой, к примеру, жил как бог, но писал говно. А именно поэтому вы назвали Есенина гомосексуалистом? Не пидором, прошу заметить. Крылов жил хорошо, сыт и довольный. Мужчина обаятельный, дядечка правильный. Или вот смотрю я сейчас на Маяковского. По мне, жить втроем с семейной парой и при этом, короче, считая это глупостью, самоуничтожением. Находить в этом что-то это самообман. А творческие люди постоянно себя обманывают. Они пытаются приукрасить по сути некрасивые. Маяковский погиб рано. Говорят, его убили. А вот мне кажется, он был психопатом и сам себя стрельнул. Тем более, когда оружие всегда при себе, а ты в состоянии опьянения от алкоголя или наркотиков. Это не так уж и сложно сделать. Есенина говорят, убили. А кому он нафиг нужен? Пишущий человек, которого в сложные времена даже и толком не издавали. А в другом люди думали, не нужны им были эти деревья, собаки и перепела. А вот Горького, судя по всему, убили. Он был эпохой. А вот еще один вопрос. Агрессивное поведение можно ли назвать вашей защитной реакцией? Это даже не защита. Понимаете, я от этого кайф ловлю. У меня, наверное, прививка 90-х. Когда тебя считают мразью, ты делаешь все, чтобы показать людям, что ты на самом деле мразь. Ну, чтобы к тебе, грубо говоря, не лезли. Это никуда не делось. Да, я согласен, это плохо, абсолютно. Но я не люблю людей, понимаете? Я знаю людей, знаю, что люди подлые. И что они от своих друзей еще только какой-то выгоды. Женщины от мужчин, мужчины от женщин. Я не исключаю даже единиц, которые не ищут этого в жизни. Может быть, они и есть на самом деле. Но большинство людей мрази. Это на самом деле так. Я ничего не придумываю ради красивого словца. Я бы и начал наш диалог с этой фразой. Но я просто не хотел вам все обламывать. Так, ну и теперь почти последний пункт, 10-ый. Это чем запомнился нам данный персонаж. Я просил своих друзей, каких-то коллег. И вот что они мне на это ответили. Поехали. Он запомнился, ну лично мне, так это его вспыльчивостью. Пускай хоть и наигранное, но это именно то, что не хватает людям для того, чтобы не попасть под обман. Ведь когда кто-то садится нам на шею, а мы даже и не сопротивляемся, то эти умники так и будут сидеть на шее. И пенсионный возраст потом повысит, и налоги повысит. И сделать еще больше налогов, ну и так далее и тому подобное. Это вспыльчивость, грубо говоря, которую показывает Борецкий. Обязано быть у нас в народе, чтобы уметь отстаивать свои права любыми способами. Запомнился? Ну такой красный пиджак квадратный. Всегда где-то выскакивает, всегда везде скандалит. Да, толстый, грязный, жирный. Ужасное поведение, ужасный вид. Но на самом деле ничем хорошим не запомнился. Вызывающее поведение. Так, ну а теперь информацию, которую я найти не смог. Давайте, ребята, поднатужимся и поможем мне найти данную информацию, прописав ее в комментариях ниже. И я, в свою очередь, выделю вас супер лайком от себя. Так, первая информация я не смог найти, значит, про фильм Брат 3. Про фильм вообще мало чего смог найти. Кто знает, напишите, есть ли какая-то информация по поводу, будет ли он выходить, не будет ли, что, короче, в итоге решили. Что с фильмом? Или это просто Борецкий так троллит всех? Потому что я даже увидел, что канал даже по Брату 3 какой-то кто-то создал. Так, следующее, значит, про отношения Борецкого с женским полом. Я знаю, что у него была девушка, но где она и почему он не женился или не продолжил с ней встречаться? Или как это было у него вообще изначально? Вообще ничего не смог найти про отношения с противоположным полом. Поэтому тоже было бы очень интересно, если кто-то бы написал про эту информацию. Следующее. Родители. Это уже больная тема, но да, я не смог найти в нашем просторном интернете про родителей Борецкого. Вообще ничего, к сожалению, не смог найти. Поэтому также буду признателен, если поможете мне эту информацию найти. Пишите в комментариях. Я также, как и обещал, выделю вас супер своим лайком. Ну и про работу. Неужели у Борецкого только один источник дохода? И это работа на кладбище? Я в это поверить, ну, честно сказать, с трудом смогу. Если есть информация про источники дохода Борецкого, то выдвигайте и пишите, будет интересно. Короче, жду вас в комментариях к данному видео. Всю эту информацию, которую найти я не смог, прописывайте в комментариях, и я буду вас выделять с супер лайками. Спасибо. Так, ну а теперь давайте, с чем я солидарен, с чем не солидарен. Мое мнение, умозаключения, пожелания там и так далее и тому подобное. Ух, очень долго я ждал, когда смогу говорить уже свое мнение, и вот наконец-таки. Итак, Стас Борецкий, честно говоря, мне не нравится. Но узнав его получше, я понял простую истину. А именно, что это всего лишь образ, который он придумал и развивал все это время. Я даже не сомневаюсь, что он придумал стратегию действий по данному образу, то бишь где и когда, и что он должен там делать. Ну, это я про выходки, которые мы видим периодически от него в виде конфликтов, или, например, разрыванием пивных банок зубами. Но по существу человек-то очень умный. И чем больше я писал биографию про него, тем больше в этом убеждался. Теперь я отношусь к Борецкому как к человеку, который очень умело и мудро разработал стратегию своей жизни, выбившись в средний класс под образом дебила. Да, но не являющимся таковым. Так, а теперь давайте же подведем итоги всей биографии и коротко пройдемся, вспомнив всю хронологию для порядка и общего понимания. Итак, мы знаем, что он родился, по сути, около Санкт-Петербурга и там учился и провел все свои юные годы. На 9, 10 и 11 класс Стас учиться не пошел. Видимо, почел это бесполезной тратой времени. И сразу поступил в ПТУ по профессии водитель. Но когда окончил, так и не пошел работать по специальности и сразу устроился могильщиком на кладбище. Деньги он не тратит, не тратит, копит, 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 копит. И опа, кладывает в кафе-бар, назвав его «Белая лошадь». Это был его первый и, к сожалению, неуспешный бизнес. Далее он настырно открывает следующий бизнес, бизнес номер 2, продуктовый лариок. Здесь тоже неудача. Деньги закончились, он устраивается охранником на рынок и начинает новые накопления. И на посту в охране он совмещает работу с хобби и начинает писать всякие песни, которые в будущем записывает на студии и начинает потихоньку пробиваться в шоу-бизнес. Его замещает всем известный нами шнур и приглашает его в группу «Ленинград». Да, он проработал какое-то время со шнуром, но, видимо, очень поверил в свои силы и решил отмыкнуть с мыслью о создании своего, так скажем, музыкального ансамбля и поплыл дальше по течению. Как айсберг, я бы сказал даже. В общем, и тут пошло вроде как новые альбомы, какие-то проекты, но это был пик и потом резкое падение. То есть в 2005 году у него был пик. Хотя, в отличие от многих творческих людей, в пике он был не так активен в своем 2005, как в 2010-2011 году. И это интересно, конечно. То есть обычно в пик люди в свой пик активны очень. А у Борецкого как-то получилось странно, что в свой пик в 2005 году он не был настолько активный, как он активен был в 2010-2011 году. Он там делал коллабы с другими группами, но это такое. Падение его популярности происходило скачками, ведь тогда он начал делать все различные выходки. Вот как раз таки. Он понял, что популярность падает и начал вот тогда уже делать эти выходки. И тут уже пошел другой хайп. Он стал как мем. Выходками эпатажными он начал заниматься по полной. И это даже, я считаю, встало на первый план, откинув уже музыкальную деятельность. То есть он музыку вот в этом промежутке, когда понял, что у него в музыке не получается, он музыку поставил в приоритетах дальше, чем, грубо говоря, шоу-бизнес. То есть он шоу-бизнес поставил на первый план теперь, а музыку куда-то там далеко. Так, дальше. Где-то кого-то обвинит, где-то кого-то оскорбит, да-да-да. Где-то кого-то обзовет, где-то даже закидает. Или подерется с кем-то, но вы поняли. Стас стал полноценным шоуменом. Но сейчас ему это надоело, и он решает заняться уже серьезными делами. Мальчик, как говорится, вырос, ебтая. И на данный момент Стасик снимает продолжение фильма «Брат 2». То есть под названием «Брат 3», да. Ну и обратно возвращается на ту блатную профессию могильщика, чтобы как-то зарабатывать деньги. И это финальная точка пока что в нашей биографии, так как дальше уже только будущее, которого никто не знает, ребятки. Поэтому надеюсь, биография была вам интересна. Спасибо за просмотр. Ну а с вами был Глюк. Счастья вам. И до следующего ролика. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok